слава украине при этом от болонского тут многие приходят в роспочь от того что трамп опережает байдена в предвыборной гонке не знаю кто там хуже кто там лучше но трамп однозначно ничего хорошего украине не испытывает вот трампионыш младший вчера заявил что украина уже проиграла да лучше бы понимали что там в этой семейке какие слухи ходят и что они себе думают но вполне возможно что трамп и не будет представлять республиканскую партию на выборах просто потому что будет сидеть на тот момент в тюрьме а зэк а зэк не он может формально он вполне может участвовать выборах с этим никаких вопросов нет вопрос другом что отвалится огромное количество избирателей они точно не будут голосовать за зэка поэтому ну не при каких обстоятельствах поэтому у него есть допустим скажем так процентов тридцать сорок его избирателей которые за него проголосуют будь он на свободе и не будь и не вступи в приговор по трампу законную силу но если будет приговор но люди которые адвокаты и так далее и так далее инженера там хата хороших должностях люди при деньгах но они же они будут за заключенного голосовать вы что смеетесь это шлепперы с улицы там будут голосовать но их не хватит шлепперов не хватит и вот о чем я говорю сейчас значит сейчас пошел на полное сотрудничество со следствием видимо подписал мировую или договор со следствием со следователем штатов висконсин и мичиган адвокат самого трампа адвокат вот этого вот движения мага make russia ой я бы make america great again я был переименал make russia great again да то есть ну тут все очевидно почему так вот этот адвокат который и занимался подготовкой фальшивого заговора с выбор с выборщиками 2020 года помним как трамп обвинял всех и вся в фальсификации выборов вот правда потом когда дошло дело до дела ведь они же подавали на суд и ни разу не два следователи занимались этими вопросами и никакой фальсификации в тот момент не нашли увы я а вот адвокаты которые этим занимались один за одним начинают сливать своего босса и рассказывать и сотрудничать со следствием да то есть пытаясь получить то ли прощение то ли меньшие сроки потому что за подобные вещи в штатах сроки очень и очень большие и вот очередной адвокат который занимался по всей видимости вот этими двумя штатами пошел на сотрудничество и я так понимаю что к марту месяцу когда когда начнется президентская кампания у них вот это все и как раз начнется суд и тогда будет очень интересно потому что уже следствие соберет огромный пакован документов и вот эти крики вопли знаете у трампа ему как и может носить нечем он только может обвинять всех ну в каких-то деяниях заговоров против него и так далее так далее но крики и вопли и плевки влево вправо вверх и вниз они же не помогут на суде когда тебе будут в лобешник лупить фактами так что вот с моей точки зрения не могу знать чем это все закончится на своей точке зрения трамп может просто к этим выбором подойти из тюремной камеры очень запросто и никто увидите никто не придет его там поддерживать и так далее так далее вот так что посмотрим будет ли он вообще и он кстати может вот республиканцы понадеявшись на трампа что он пойдет у них первым номером могут очень крупно пролететь потому что поставим все на заключенного но это глупость у них есть другие кандидаты которые могли бы действительно я не хочу вмешиваться просто как бы со стороны смотрю них есть другие кандидаты нормальные которые могли бы участвовать выборах они вот это и у которых нету криминальных рекордов и которые не имеют абсолютно понятной четкой дороги прямо в тюрьму вы думаете почему почему сейчас взяли всех адвокатов всех вот этих вот товарищей которые занимали самыми такими вот нехорошими делами именно вмешательством выборы потому что вмешательство выбор это срок это большой срок они все практически пошли на сотрудничество со следствием в разных штатах так что ну я не верю что это кончится чем-то хорошим для трампа он может обезьяничать в суде сколько угодно и обзывать всех и плеваться сколько угодно но поможет ли ему это в плане снятия обвинений там 90 обвинений и большая не большая но большая часть из них это обвинение именно по мухляжу с выборами это плохие обвинения не тянут в америке если вот одно обвинение это там 15 лет еще одно обвинение еще 10 лет ему могут накидать там считали по-моему лет 400 могут накидать тюрьмы вот я причем даже не беру обвинения по мошенничеству по вот этим вот всяким банкротством которые у него там были их там 20 штук вот этим вот женщинам не слишком тяжелого поведения с которыми он рассчитывался из спортивной кассы это это даже мелочь это не будет это просто показывает его как человека это даже не трогал вот эти я беру тяжелые обвинения которые идут по выборам и как я и что-то слабо себе представляю как он может от них от всех отбрыкаться тем паче что я же говорю его предали ближайшие сторонники которые в материале от а и до я я не знаю я